Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас в нашей постоянной рубрике Шаштак нихрена не видно Мы продолжаем расследовать дерзкое преступление Дело у нас называется Прогулка в лунном свете Обвиняют у нас пацана, который явно ничего не совершал И сейчас мы пойдем обследовать чердак На предмет следов настоящего убивца Ну что ж, поехали! Так, вроде как нас подвели прям к самой нужной двери Поэтому в нее мы самую нужную дверь и зайдем Так-так, что тут у нас? Кто-то вломился через окно на чердак Но в спешке оставил пиджак Пиджак? Потрепанная ткань? Черные нити? Несколько толстых черных нитей Они очень крепкие, нужно смотреть под микроскопом Что, и все? Судя по всему, да Пройдите по следу преступника Смотрите чердак, на котором он мог прятаться Нет, все-таки не все Так, ну здесь явно грето что-то должно быть А, во Так, осколки стекла с верхнего окна Мы можем сделать вывод, что увиденный Лейтоном человек Скарабкался по стене Вловился через окно на чердак И выбрался через люк Да, мы вполне можем сделать такой вывод Так, ладно Теперь нам получается Надо исследовать Что там за черные нити Мы с вами нашли По нему посмотрим Так, подми У нас есть микроскоп здесь Посмотрим поближе Это не нить, а волос Очень сомневаюсь, что человеческий Нужно сравнить этот образец с волосами человека и лошади Хм Помазки обычно делают из кунских волос Ватсон, вы не одолжите мне ваш пумазок? Ну вот, пожалуйста Ватсон, смотрите, что там за окном? Где? Я ничего не вижу Ауч Холмс Не надо так шуметь Это всего лишь волосок Конский волос тоньше Чем найденный волос Человеческий волос заметно тоньше черного образца Итак, черный волос от животного Который больше лошади Волос большого экзотического животного Так Итого Значит, у нас экзотический животный Забрался по стене Человек мог быть цирковым акробатом Умудрился забраться по 30-футовой стене За секунды На его пиджаке обнаружен волос экзотического животного Так Тогда это не бьется с бесспорными уликами Понятное дело Так Показание Лейтона забрался по стене Так Тогда Заявление Лейтона Чапула Надетым в пиджак человек И сбежавшего с места преступления Подтверждено фактами Согласен Подтверждено Тогда человек, замеченный только Лейтоном Чапуном Сбежал с места преступления Скарабкавшись по стене Умелый акробат У него был пистолет От одной из жертв Ммм Да Я Поддерживаю данную версию Так оно и было, на мой взгляд Так, а куда мне надо теперь отправиться? Уиггинса Помощь В помощи в поисках цирка Так, а Уиггинс у нас там доставит? Отсюда мы его Нет, подожди, можем А, все-таки на Хаффмундстрит Как там радость моя стоит до сих пор? Эх Красотка стоит Так, ладно Значит, она нас мало интересует Хаффмундстрит, так Хаффмундстрит Ладно, пойдем попросим Уиггинса В конечном счете У него появилась возможность Спасти своего брата Опять сейчас будет драма Слушай, сюда, парень Лучше тебе пойти домой Подумать Какой перевлет угодил твой брат Ха, его свалят уже к вечеру Потому что он не виновен Не лови парень Это дело закрыто Ох, это бездушная машина Хоть ты здесь стоишь вообще, на самом деле Толку-то от тебя Виггинс Мистер Холмс? Хорошие новости для вас, Виггинс Расследование открыло интересные факты Мы обнаружили доказательства невиновности Вашего брата Я знал, мистер Холмс Но сейчас, Виггинс Нам нужна ваша помощь Все, что вы хотите Мне нужно, чтобы вы нашли цирк В окрестностях Лондона В нем должно быть как минимум Одно экзотическое животное Очень большое Можете на меня рассчитывать, мистер Холмс Следующим утром Очень рано Надеюсь, у этих ребят не будет проблем, мистер Холмс Не беспокойтесь, Ватсон Я жду новостей через 7 секунд Мистер Холмс, мы нашли его Это он А это маленький индийский слон, звезда шоу Братья Дюваль, известный странствующий цирк, остановившийся в Лондоне Думаю, этот цирк тот, который нужен Нужно нанести туда визит Давай, нанейдем Убедил, Шерлок Давай туда заведаемся Наведаемся Завеземся Эй, ты А ну стой Доброе утро, сэр Прошу прощения, но почему я не могу прогуляться здесь? Это частная территория Я всего лишь хотел встретиться с артистами Мм? Ты хочешь наняться на... Нет, ты не похож на того, кого мы ищем На взломщика любых замков Вы бы удивились? Что? Нет, не думаю Проваливай И чо? Передеться для визита в цирк Ааа, вон оно что Блин, опять надо завалить отсюда Ну пойдем, переоденемся Надо переодеться Пойдем, переоденемся Говно вопрос Так что, конечно, туда-сюда надо ездить Не очень здорово Ну, допустим Двадцан, ты все сидишь? Ты так потолстеешь, если будешь сидеть и кушать постоянно Ммм, так Так, ну-ка О, вылет из взломщих замков Так Гардероб Так, повседневный Торный Коричневый Зеленый Серый Светлый Бандит Фермер Ну мне нужен бандит, я так думаю О, бандит То, что... То, что надо Красавец Так, а в кого мне надо переодеться? Бандиты-то, конечно, здорово, но Замаскируйтесь для похода в цирк Усы на лице Потрепанный сюртук И шляпа подай Шляпа нужна Вот дерьмо Так Шляпа Так шляпа Я хотел Прям шляпа Где-то тут была О, шляпа Нет, это цилиндр Так, нам нужно попроще шляпа Так, где шляпа попроще? Так, это посложнее шляпа Где она? Вот она Так, борода Этот самый шляпа, да? Так, ну мне прям борода нужна Ну вот, прям то, что надо Все Так, усы... А, усы на лице Господи, усы на лице Потрепанный сюртук И шляпа подойдет Так, усы Усы-то кусы Так, ладно, давай Ну А любые усы? О, вылитый взломщик Слушайте, прям вот хоть сейчас Так, и потрепанный сюртук, да? Так, а где у нас потрепанный сюртук? Распашку нет Я говорю, ты не потрепанный ни хрена Светлый Потрепанный сюртук Непонятно Потрепанный ли это сюртук или нет Ну-ка Потрепанный сюртук Ты мне что-то скажешь вообще по этому поводу? Так, ладно, пойдем проверим 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 Так Эх ты ж Нас все-таки бандит Ну, по крайней мере, ладно Меня не заставляют туда идти Так, ладно Потрепанный сюртук Непонятно Давай там бандит Бандит норм Очки редкость среди бандитов Ага, вон оно что А мне казалось, что зашибись Ну ладно, окей Лучше надеть потрепанную шляпу А где там потрепанная шляпа? Какая из них потрепанная? Это потрепанная шляпа? Вообще не шляпа ни хрена Диета не шляпа Так, какая из этих шляп потрепанная? Ну это всякие прически Так Ну ладно, если не эта шляпа То может вот эта? Ну это ни хрена не шляпа, правда? Есть место Что вы здесь делаете? Где Шерлок Холмс? Спокойтесь, Латсон Дышите глубже, это я Слава богу, Холмс Никак не могу привыкнуть к вашим нарядам Спасибо, Латсон Это значит, что ты умственно отсталый Потому что не узнать из Шерлока Холмса Может только умственно отсталый Сальвадор Сальвадор Прямо вылитый Кто ты? Как тебя зовут? Меня зовут Найджел Я здесь, чтобы открывать замки А, да? Посмотрим Иди в шатер и покажи Чарльзу Фоли Я советую тебе Не разыгрывать его Понял? Понял Сборище умственно отсталых Не, ну ладно Это хотя бы сторож Но от Ватсона, конечно Я такой херни не ожидал Все здесь, как ты и заказывал Что с деньгами? Некоторые из бочек намокли Транспортные накладки Ничего не поделаешь Понятно Соберемся здесь после полуночи Заберем припасы Мне бы сначала заплатить? Нет Тебе заплатят после того, как все перевезем Я же обещал Хорошо Надеюсь, никто тебя не видел Палиться на чеку Конечно нет Я профессионал Рад слышать До встречи ночью тогда Хе-хе-хе-хе Эта деревянная бочка порождена Сложно определить, что внутри На этой бочке есть пятно Которое было намеренно закрашено Знак артиллерийского склада Ее Величество Может быть в них порох? Нужно убедиться Судя по консистенции запаху Это, скорее всего, порох Бочки серьезно повреждены Похоже, что их принесли сюда в спешке Так, ну и че? Я куда-то не туда пришел? Это не шатер? А куда они делись вообще? Не знаю Так, ладно, возможно, это не шатер А где тогда шатер? Нет, ну явно это шатер Осмотрите цирк И познакомьтесь с Чарльзом Фолли Ну да, мы еще по периметру пробежимся На всякие случаи Мало ли что Но сдается мне Нам все-таки сюда Ну да, потому что Здесь вроде как смотреть не на что Ладно Допустим Так, а что я не нашел? Что я не нашел? И куда мне надо? Блин, ну мне реально сюда не надо Меня же здесь убьют нахрен Я прихожу А здесь куча пороха лежит Значит, надо, наверное, все это дело обойти Где-нибудь вокруг Так Или здесь где-то есть проход Вообще я его здесь Не наблюдаю проход Так, ладно Может быть он и есть Но хрен пойми где Так, а пройти здесь можно вообще? Странноватый какой-то цирк мальца Может туда можно проникнуть? Не, здесь все заставлено А чем-то от меня хотите-то не пойму Так, осмотрите цирк И познакомьтесь с Чарльзом Фолли Наверное, он зайдет, когда я что-то найду Типа Я сейчас пока что-то не нашел А потом я что-то найду И он такой, типа А-а-а И появляется Ну, наверное Я так думаю Так, ну давай осматривать цирк дальше Тогда в таком случае Ну вообще тут кроме этих сраных бочек А, вот Печатный станок Этот старый печатный станок Но на нем еще можно выпускать сотни листовок в день Хм Достаточно плакатов, чтобы обклеить половину лондонских улиц На этой картине современный джентльмен в шляпе Робин Гуда Интересно Из ягнят во львы Это слова призыва и неповиновения Листовка определенно сделана, чтобы поднять народ Бочки с порохом Печатный станок И стопки чистой бумаги Все это совсем недавно похитили веселые молодцы А эти их листовки Уверен Что это не совпадение Веселые молодцы планируют саботаж Не с места Ты кто такой? Вы Чарльз Фолли? Возможно Говорят, что я могу открыть любую дверь Ну попробуй Вон там замок Рядом с цепью на столе Открой его Ну-ка дай посмотрим на тебя Или пират, или гей Кто ты? Наверное у тебя где-то стоит Так, сложный ключ от сейфа Где-то тут явно стоит корабль Так, и кровольные бильты Недавно получил травму Но это вон карабкался Там и получил Вооружен Реварьер Бульдог Головорез Кольцо с головой Так, этот у этого еще и кольцо есть Так, я понял Кольцо с головой Барашки Обмотанные пальцы Гимнастические упражнения Акробат Да, мы тебе все знаем, братишка Вообще Читаем тебя как открытую книгу просто Так, ну что тут у нас? Вроде не очень сильно сложный замок должен быть Ну давайте предположим А, там еще этот хрень меняется Хотя может быть и сложный Пес тебя знает Пес, тебя разбери Так, вот так Что там у нас остается? Нет? Так, а где что-нибудь спадает? Вот здесь не спадает Ну совпадало же Мог бы мне и поддаться немножко Ладно тебе, хорош Ну, где мои овации? Нужно посмотреть, что было за Чарльзом Фолли? В смысле Ну, я открыл Нужно посмотреть, что было за Чарльзом Фолли А как мы это посмотрим? Ничего не понял Так, ладно Револьвер Фолли Старинное кольцо У Чарльза Фолли есть старинное кольцо И исчезнувшая часть коллекции Пять ованов метилена А также револьвер за поясом Это доказывает, что у Чарльз Фолли Есть тот человек, сбежавший с места преступления Ну да Как бы есть такое дело А как нам посмотреть, что было за Чарльзом Фолли? Я ж не могу его обойти Я ж прыгать-то не умею О, зашибись А, они правы Как тебя зовут? Найджел Ширли Из Йорка Найджел из Йорка Никогда о тебе не слышал Как ты узнал обо мне? Узники Вестгейта Узники Вестгейта Хромата Тернера Пойманный вор Вузники Вестгейта? Не, не узники Вестгейта Так, а как я это все узнал? Ключ от двери? Ну, вряд ли Пойманный вор Узники Вестгейта Противоречие Тернеру Ну, так, хромота не подходит Противоречие не подходит Узники Вестгейта не подходит Ну, про ключ от двери, наверное, вряд ли Может, пойманный вор? Это долгая история Я встретил вашего брата Винсента Мясника Фолли в тюрьме Он рассказал мне о своем предательстве и о вас Думаю, в освобождении он сказал мне, что у вас найдется для меня работа И немного денег за услуги Он умер Семь дней назад в тюрьме Сожалею об этом Все нормально Предатель заплатил кровью за свой поступок И для тебя у меня есть работа Мне как раз нужен талантливый взломщик Я знаю, где найти тебе применение Это все ради сокровища ледизма, да? Тише ты, глупец Слушай, сюда Пойдешь с нами ночью И будь осторожнее С нами? А кто еще пойдет? Билли, Джек и я А что за раб? Я получу Будем делить награбленное Ты знаешь, о чем речь Отлично Жди нас вот в освобняк на углу Добру Гроув И Кенсингтон Парк Род в полночь Наметана Так Давай, хорошо, пойдем Раз жди, так жди Все, не будем откладывать долгий ящик Может быть предупредим полицию? Или ну ее нахрен? Ну вот и я в освобняке Где-то внутри этого дома Спрятаны сокровища ледизма А мы ждать никого не будем Это старый замок? Не особо сложный для взлома Не такой уж, что он, кстати говоря, и простой Так, ну ладно Наверное, вот что-то типа того должно быть Мне так думается Ну не, явно не то Тут вообще что-то не то совсем Так Надо что-то А, вот двойная Вот с двойной линией и начнем Так, двойная линия Так, ладно, ну допустим Двойная линия пусть будет Так, ладно, делал что вообще Двойная линия Ой, блин Так, сейчас погодим Погоди, погоди Так, ладно, давай сначала вот это совместим Нам надо какую-то хрень, которая подойдет вот сюда Так, это не крутится причем Крутится только вот это Так, подошло? Ни хрена не подошло Так, а здесь? Здесь тоже ни хрена не подошло Хм А может ее вообще нет Ну ее наверняка нужно защелкивать Так, тогда давай смотреть дальше Значит, вот это тут у нас ни хрена не подходит дальше Так, может быть подойдет вот здесь Ни хрена не подойдет Так, ну-ка, да проверим Вот, теперь больше похоже на правду Так, вот это у нас подходит Так, ладно, эти два цилиндра готовы Теперь нам надо понять вот с этим цилиндром Что у нас должно быть Для этого нам надо Это на самом деле Это ни с чем не соприкасается А, он еще и двигается у нас Ёлки-палки Не особо сложный, говоришь? Так, что еще тут с чем соприкасается? Ничего ни с чем Значит, то, наверное, вот это должно быть вот так Так, тогда нам надо будет вот эту хрень Так, вот эту хрень нам надо будет И куда ее надо запихнуть, простите? Вот эту хрень Так, где-то тут у нас есть две вот такие вот штуки Так, сейчас Мы по ним тогда и будем ориентироваться, наверное Одна у нас проходит вот здесь А еще две Где-то тут были две такие вещи Одну вижу вот тут Блин, ну тогда вторая ни хрена не подходит Слушайте, тут прям вообще что-то какая-то суровая штука Может он вообще здесь не нужен? Типа вот так вот Ну тогда вопрос, что делать Вот все, я понял Значит, вот это вот Типа вот так вот у нас впадет Вот, все Блин, вот это замороченный замок, слушай Нужно отыскать сейф и попытаться его открыть Да, у меня тут под окнами устроили дискотеку Ну ладно, если услышите кучу посторонних шумов То извиняйте Так, ладно, продолжаем Потому что я не знаю, как это закончится Боюсь, что я не дождусь этого окончания просто так Так, нам надо что-то найти Для этого нам явно надо Использовать вот это Я думаю Тебе хрен его знает Наверняка Так, где-то здесь нам надо найти сокровища Сокровища, сокровища Какой-то сейф Но сейф должен быть за картиной Это же классика О В этом шкафу такой беспорядок Несколько книг свалились с полок Похоже, что шкаф можно сдвинуть Надо попробовать Вот замок Который меня попросит Открыть ночью Давайте посмотрим Да Тут замок Мое почтение Так, какой из них Вращается А, никакой О, надо что Так Ну ладно Если я допустим Вот так сделаю Это как бы Что-то тут вообще не то Немножко Все это не бьется Так Мне надо от чего-то Оттолкнуться Ну допустим Мне надо соединить Вот эти вот две хрени Между собой Так они явно не соединяются Больше они соединяются Ничем Значит вот здесь вот У нас должен быть прогал После которого Нужно найти соединительную хрень Вот она Так С этим вроде как Все понятно Так Что у нас еще с чем не бьется У нас тогда не бьется Вот этот вот товарищ Ни с чем Ну вообще ни с чем Причем его нельзя перемещать То есть его надо просто крутануть О, вот так вот Например Так Вот так вот он у нас Тогда будет биться Хорош Вот так сюрприз Еще один замок Хм И я не смогу его открыть На шее фории есть ключ Который по-видимому Подойдет к замку Благая я нужен Чтобы открыть только первый замок Что ж Подождем воров Заманим их в ловушку И выясним Предлагаю кому-нибудь Рассказать об этом Проверим возможные пути Отступления грабителей На случай если полиция Внезапно окажется У главного входа Эта дверь Превосходный шанс убежать Эта дверь ведет на кухню Открывает кратчайший путь К задней двери Это должно пригодиться То есть типа мы ее закрываем И подпираем Эта дверь заблокирована Так Хатадыщ 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 Так Тогда можно выбежать От отсюда Интересно Что эта старая люстра Делает на полу Похоже ее слабо закрепили Думаю воры уже пытались Открыть замок Этим впечатляющим молотом Но не преуспели Так Мне надо представить Да Что они будут делать Так Ну тогда они возьмут Молот Да И разломают Эх Так Люстра Требуется Предмет Так ладно Пойдем дальше смотреть А какой предмет Ну видимо что-то наверху Ну так Пойдем посмотрим Что у нас тут еще осталось Но наверху у нас Ничего не осталось Так Значит Единственное Как они могут убежать Это оттуда Ну а что мне делать С кувалдой Простите тогда Так Требуется предмет Так Сейф Ладно Сейф Хринеев Дверь заблокирована Да Ну ладно Хорошо Ну у меня есть вот люстра Люстра и кувалда есть Похоже ее слабо закрепили Ну допустим Хорошо Пытались открыть молотком Это тоже хорошо Что вы предлагаете мне с этим сделать Мы знаем что они будут пользоваться кувалдой Но не можем эту кувалду отсюда убрать что ли Блин Ну я хрен его Так Грабители не станут спасаться через переднюю дверь И сезон И быть парен Ну я догадался Да Что не станут Приводгодный шанс убежать Плита Это должно пригодиться Так Теперь у нас есть веревка И мы можем поднять люстру Или привязать к кувалде Интересно Теперь если кто-то возьмет молот Веревка ослабнет И люстра упадет на него Да она же его убьет Она же бронзовая Шерлок Ты прям садюга слушай Если он попытается выбраться из столовой И возьмется замолоть Чтобы ломать дверь Люстра упадет ему на голову Просто капец Ему просто пройдет труба Шерлок Что ты делаешь Остановись Так Ну допустим И чего Так Мне надо представить Теперь еще что-то Ну да Дверь заблокирована Окей Дверь заблокирована Открыть замок Мы не можем Так Хорошо Что ты предлагаешь мне теперь делать Найдите возможный путь Так Еще один путь Отступления Мне надо найти Угу Ну явно Через окно Думаешь Хотя окно Высоко над землей Кто-то из воров Может попытаться Сбежать через него Ну допустим Отличное место для ловушки Да Оооо Ты какой Слушай Ты прям Какой ты гадкий Шерлок Холмс Че удумал-то Один дома Один шаг на бусины Наш вор отправится в полет Нужно самому Идти осторожно Чтобы не упасть Любой грабитель Кто кинется наверх Свалится очень быстро Но он может Зацепиться Допустим Рукой За вот это И может попытаться Забраться еще раз Как бы Есть такой вариант Но первый этаж Отличный способ Сбежать от полиции Удачно вышло Теперь никто Не сбежит Через это окно Ну конечно Никто же никогда Не откроет его назад Ну допустим Так Теперь остается Только вход здесь Здесь нет лестницы Если кто-то упадет Сам не выберется Увы Шерлок Садюгу Вообще Да Можно перескочить Проблема Что же мы будем с этим делать Требуется предмет На какой предмет Надо чем-то Замаскировать Очевидно Но вопрос Только чем Так Это у нас Заблокировано Так Что у нас Может быть Что можно Использовать В качестве Декоративного Предмета Сюда Какую-нибудь Или что По-любому Это надо чем-то Закрыть О Ковер Ну Ковер Вообще Жестковат Мне кажется Что Нихрена Ты не закроешь Ну допустим Ладно Закроешь Закроешь Не будем вдаваться Такие условности Если правильно Постелить Вполне возможно Туда провалиться Можно Теперь Это не открытый Подвал А просто Симпатичный Коврик Да У меня такой же Весел Слушай Прям в копейку Прям вот Именно вот этот Ковер Висел у меня В спальне В свое время Когда я маленький Был Уи-и-и. Теперь, если вор побежит через кухню, его ждет встреча с подвалом. Да, на что-то нас не ждала. Все ловушки для моих приятелей и циркачей готовы. Теперь я смогу уйти и вернусь уже с Чарльзом Фолли и его приятелями. У меня один вопросик к лучшему уму современности. А если туда упадет чувак, который без подготовки сумел забраться по отвесной стене, ты думаешь, он оттуда не выберется? Ну, так просто. Полиция! Полиция! Мне двигаться! Где они? В ловушке, Ватсон? Благодаря вашей помощи? И как же? Вы кричали, как настоящий Бобби, мой дорогой друг. Вы загнали их в ловушку. Я? Уверяю вас, Ватсон, это было занимательное шоу. Они не выберут свою дома. Ты мерзавец! А это пистолет, из которого совершили убийство на Хаффмунд-стрит. Как вы узнали об этом? Закрыл ли ты дело, Шерлок? Майкрофт, что ты здесь делаешь? Шпионишь за мной? Шерлок, может показаться, что я использовал тебя. Но тебе будет приятно узнать, что ты оказал услугу королеве. Теперь позволь нам поймать большую рыбу. Но этот человек не из веселых молодцов. Нет. Тогда зачем я здесь, Шерлок? Этот джентльмен, Чарльз Фолли, совершил двойное убийство. И охотился на ценные раритеты, сокровищенные ленизмы, похищенные много лет назад. Ты не лошадь этих копов! Холмс, это невероятно! Сокровищенные ленизмы! Верно. Ничего, кроме безделушек. Где веселые молодцы? Не знаю, почему ты спрашиваешь, это у меня, Майкрофт. Ты же их ищешь. Еще увидимся, дорогой брат. Не двигайся, ты мошенник. Ловушка с люстой сработала, отлично. Она сбила Чарльзу Фолли с ног. Один из приятелей Фолли, он бессознание. Один из приятелей Фолли, он бессознание. Так, про кашельные искусства у сокровища в сейфе. До ревности, обнаруженного три тайного сейфа в особняке, но Тинхилл является частью коллекции сокровища ленизма, похищенной в 85-м году. Так, Чарльз Фолли организовал кражу сокровища ленизма, из-за которых произошло двойное убийство на Half Moon Street. Получит тюремный срок за кражу, однако он не виновен в убийстве, поэтому заключение не будет. Чарльз Фолли организовал и уплатил хитрый план мести, которому добавил кражу старинных и ценных сокровищ. Он заслужил виселица. Получил тюремный срок за кражу, однако он не виновен в убийстве. Чего не виновен? Был три выстрела, эти стреляли друг в друга, а потом этот его захреначил. Нет, почему? Он заслужил виселицу, вполне себе. Чарльз Фолли, вы обвиняетесь в предумышленном убийстве и краже. Вас ждет суровое наказание за ваши дела. Ты жалок, ищейка из Котланд-Ярда. Поберегите слова для виселицы. Уверен, журналистам они понравятся. Мне нужно идти, Ватсон. Джентльмены, сопроводите наших друзей в камеру. Куда вы собираетесь? Есть неоконченное дело. Встретимся на Бейкер-стрит. Осторожнее с лампами. Не подносите их близко к бочкам. Добрый вечер, джентльмены. Кто здесь? Не имеет значения. Важно, кто вы такие и что намерены совершить. И вы хотите нас остановить? Думаю, я мог бы. Эй, осторожнее, а то взорвете нас всех. Я вас слушаю. Нас знают под именем Веселые Молодцы, но, думаю, вам это уже известно. Мы те, кто утратил все, что было ценным в нашей жизни. Мы разорившиеся лавочники, рабочие, лишившиеся своих мест, честные граждане, которых ограбили. Нас выставили из наших домов и выгнали на улицу. И все это во имя так называемого закона. Законов, принимаемых нашими собственным правительством. Законов, которые делают простых граждан более уязвимы, а богачей более защищенными. Мы здесь не только из Британской империи. Некоторые прибыли с Новых Земель. Америки, Австралии. И нас много. Но мы все еще люди. И мы веселимся, чтобы перестать бояться. Власти сделали все возможное, чтобы вложить страх в наши души. И мы приняли его так легко. Страх шепчет нам стоять, склонив голову, не пытаться бороться. Банкиры и политики, они владеют нашими жизнями, нашей работой, нашим хлебом. И они сталкивают нас, чтобы увидеть, кто из нас способен служить им лучше. Но в конце концов, их мало, и они слабые. Они и ничто без их титулов. Мы не должны их бояться. Это наши так называемые хозяева должны бояться нас. Пришло время нам заявить о себе, собрать многих веселых молодцов. Мы собираемся взорвать лондонскую фондовую биржу. Ни один человек не погибнет. Но собственность, долги и титулы, они будут уничтожены. Это всего лишь бумаги. И многие люди станут свободными в ту ночь. Это радикальный шаг. Какой результат вы хотите получить? Хаос. Но после него люди поймут, что они свободны, что больше не принадлежат другим. Они смогут работать на себя вместе, не позволяя правительствам диктовать свою волю. И солнце справедливости взойдет. Что вы хотите сделать преступлением, это несправедливость. А что по вашему справедливость? Отправили ребенка в тюрьму за корку хлеба? И сколько вы видели лордов, наказанных за воровство? Скольких посадили за смертью в шахтах или отправили сражаться за землю? Наши хозяева не слышат нас, и поэтому пришлось время песни веселых молодцов. Вы позволите нам действовать? Куда бросить сигарету? Да ладно, все это чушь собачья. Уничтожить бумаги и типа все. Знавал я когда-то одну историю, когда у одних все отняли и передали другим, и не прошло и год, как все вернулось на свои места. Потому что те, кому отдали то, что отняли, были не в состоянии этим распоряжаться. Все это идеалистическая хрень. Когда люди борются с порядком, они слишком слепы, чтобы видеть последствия хаоса для общества. Я остановлю ваше намерение, но не вас. Бегите. Сейчас. Чебетох. Уииии. Вот это бомбануло. Бомбануло, так бомбануло. Интересуешься русской литературой? Да, в последнее время. Занимательная книга. Я помню несколько строк. Серьезно? Я пытался ее прочитать, но понял с трудом. Да, доктор. Это об уме. Шерлок, я смог напомнить строки. Иногда, чтобы умно поступать, одного ума мало. Там были и другие слова. Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Скажите, доктор, вы замечали за моим братом страдание или боль? Не припомню. Поэтому, доктор, что за всем этим маскарадом у моего брата глубокое сердце, настолько глубокое, что он не определит, где же в нем хранится любовь. Я не уверен в этом. Его любовь, его долг должны в первую очередь относиться к империи. Без этого мы ничто. Мы были бы страной дикарей. И империи нужны порядок и дисциплина. Здесь нет места для хаоса. Люди, совершающие преступления, или намеревающиеся их совершить, заслуживают наказание, Шерлок. Без справедливости не будет цивилизации. Но мы служим правде, а не справедливости. Ваша правда, доктор, может оправдывать и моральность, позволять людям терроризировать Лондон, разрушать империю. Терроризирует только власть, которой ты служишь, Майкрофт. Не я, не Ватсон, не миссис Хадсон, не Уиггинс. Шерлок, веселых молодцов нужно остановить. Без меня. Ты создал веселых молодцов, восстанавливай их сам. Только убедись, что тем не создашь десяток новых. Доброй ночи, доктор Уатсон. Что-нибудь прислали, Уатсон? Кто-то из клиентов нуждается в помощи? Только второе напоминает миссис Хадсона нашей новой соседке. Она просит вас передвинуть. О, это безразлично. Холмс, леди, которая к нам вскоре переедет, нужно будет сложить коробки в пустующей комнате. Подождите, что? Леди? Чарльз Фолли организовывал полный хитрый план мести. Ну, тут как бы понятно, Даша, это месть Фолли. Примем такую версию. Так. Это было, я так понимаю, что, наверное, все. И за эту музыку меня жахнут. Поэтому сразу со всеми попрощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание. Тем, кто смотрел данный проект. Что и хочу сказать. У нас еще есть другая часть данного проекта, которую я постараюсь записать к моменту выхода данной серии. Выходить они будут непонятно, как еще пока. Поэтому будем посмотреть. И еще раз спасибо за внимание. Пишите все, что вы думаете по поводу данной игрухи, если смотрели ее впервые. И по поводу данного прохождения тоже. В следующих выпусках чего-нибудь увидимся. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры создавал DimaTorzok